Хорошее настроение и крепкое здоровье – вот главные требования к путешественникам. Особенно, когда объехать предстоит весь земной шар. Уже не первую неделю мы следим за победами и поражениями нашего коллеги Евгения Шуева, который поставил своей целью обогнуть планету. Сейчас он находится в Таиланде и в очередном выпуске рубрики «Дневник путешественника» общается с местными жителями, узнает, о чем же мечтают люди за тысячи километров от России. Смотрим. Ребята, всем привет! Я решил ехать по Таиланду автостопом по двум причинам. Первая, ну, конечно, сэкономить деньги. А вторая – это посмотреть, как живут настоящие тайцы. И еще я решил, что всем своим попутчикам буду задавать один вопрос. А о чем ты мечтаешь? Ну, наверное, довольно лирики. Я вышел на дорогу и простоял всего минут 5-7. И первый же дальнобойщик, который проезжал, подобрал меня. И мы поехали с ним 200 километров. К сожалению, я не запомнил, как зовут этого водителя. Он обычный работяга, ему 50 с чем-то лет. Жалуются лишь на то, что бензин в Таиланде очень дорогой, около 65 рублей за литр. Но мечтает он о новой машине, потому что его пепелац в гору совершенно не тянет. Hello! Приехали на шиномонтажку. А здесь шиномонтажники. Один на коляске, а вторая без руки. И мы сейчас будем менять колесо. Я не знаю, как. Но, слава богу, с водилой у меня все хорошо. Его зовут Голф, а ее имя я почему-то не узнал. Он инвалид с детства, а она потеряла руку, когда работала на швейной фабрике. Пособия им не хватает. И вот они таким образом зарабатывают себе на жизнь. Замена одного колеса на огромной фуре стоит 240 рублей плюс-минус. И занимает у этих колоссальных людей 10 минут. Всего 10 минут. Она подвозит инструменты, а он, сидя на инвалидной коляске, или спускаясь на землю, меняет колесо. Я долго думал, задавать ли Голфу вопрос, о чем ты мечтаешь. И все-таки задал. На что он ответил, что очень хочет путешествовать, но пока в свои 35 ничего, кроме родной деревни, к сожалению, не видел. Пока-пока. Друган уехал, а я остался. Остался в городе, который я даже не знаю, как называется. Где я, я вообще не представляю. Но самое главное, что, что все хорошо, жив-здоров. Сейчас буду искать, где ночевать. И искать ночлег долго мне не пришлось. Я прошел метров, ну, 70-100, наверное. И встретил ребят, которые сидели и, как знаете, в обычном русском дворе играли на гитаре. И я, естественно, к ним присоединился. В общем, познакомился с ребятами. Сидим, играем на гитаре. Вы меня покормили. Все просто круто. Вот такие ребята. Вот этого парня зовут Верапан. И он, ну, начинающий тайский блогер. У него на ютубе уже почти 3000 подписчиков. Он снимает абсолютно все. И, кстати, именно он тем вечером пустил меня переночевать в свою квартиру. И это, знаете, такая очень-очень тайская квартира. Вот такая комната. И вот здесь мое место. Я сегодня буду спать, как белый человек. Канал на ютубе для Верапана хобби. Ну, или окно в мир. На самом деле он работает администратором в магазине. И там же готовит еду для посетителей. Ну, и, естественно, он приготовил завтрак для меня. Крайне странное блюдо предлагает мне мой друг. Это арбуз. Его берут кусок ложкой. Еще туда закидывают риса. Арбуз с рисом. Ну, попробуем. Это холодный рис с арбузовым соком. Во время завтрака с помощью переводчика на телефоне Верапан постоянно спрашивал, сколько в среднем зарабатывают люди в России. Я говорю, ну, где-то 25-30 тысяч рублей. Он сказал, что это огромные деньги. Я спросил, сколько зарабатываете вы. Он мне, к сожалению, так и не ответил. Зато охотно рассказал о своих проблемах. И эти проблемы точно такие же, как в России. Кредиты, ипотека, алименты, долги. В общем, все как у нас. Единственной отдушиной для него является YouTube-канал. Ну, и, конечно же, религия. Для тайцев религия – это самое главное. Кстати, вот в этот храм мы приехали в воскресенье. Служба уже закончилась, но народу было очень много. А все потому, что этот день совпал с днем проведения тайской лотереи. И главный приз в ней – 12 миллионов рублей. И люди специально приходят в этот храм. Здесь негде вообще припарковаться для того, чтобы помолиться и попросить победы. Ну, попросить победы. Один лотерейный билет стоит около 160 рублей. Я хотел его купить, но Верапан мне подарил билетик. Я долго отказывался. Говорю, ну, наверное, для вас это дорого. Он говорит, нет, нет, ты гость, это тебе подарок. И себе он, кстати, тоже лотерейный билет купил. Я, кстати, тогда его и спросил, о чем ты мечтаешь. Он, недолго думая, сказал, что мечтает выиграть в лотерею 12 миллионов рублей, отдать долги и купить оборудование для своего ютуб-канала. В общем, вот так выглядит лотерейный билет. Мои счастливые цифры 519798. Будем ждать розыгрыша, который состоится сегодня. Уж не знаю, выиграл я или нет, надо проверить, только я не знаю, как это сделать. Ну и попрощались с Верапаном. Я вновь вышел на дорогу, где меня подобрал 20-летний парень, который ездит на дорогущем форде-пикапе, который ему купили родители. Он уже женат, а на вопрос, о чем ты мечтаешь, ответил очень просто. Он хочет съездить в Англию и побывать на игре своей любимой команды Ливерпуль. Следующим моим водителем был крайне крутой чувак, который ехал в один город, но узнал, что мне надо в Чингмай. И говорит, а, да, окей, я тебя отвезу. А это крюк, ну, километров, наверное, 120 где-то, представляете? Мы с ним очень долго разговаривали. И буквально через 50-70 километров настолько подружились, что он сказал, я угощу тебя самым вкусным кофе в Таиланде. Мы приехали в кафешку, которая находится, блин, в джунглях. Вы только посмотрите, это джунгли. Джунгли, ё-моё, я первый раз в джунглях. Именно в этом кафе он рассказал мне о своей мечте. У него так и не получилось пока создать семью. Он хочет жену, детей и свой небольшой домик. И обязательно сад возле этого домика. Вот за эти несколько дней я понял, что жители разных стран очень похожи на жителей России. У нас одни и те же проблемы. А самое главное, что у нас одни и те же мечты. Евгений Шоев специально для программы «Новости по будням». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова